Итак, смотрите, с вами ДопГ, мы продолжаем играть за священный союз Тибета. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы же тут раздаем выскочек, как только наши войска подойдут. И мы продолжаем строить наш Будда-коммунизм. Поехали. И тут на самом деле наваливают лора нашего лидера. Он аристократ, вообще из Петербурга, господи. Он отправился в Тибет через горный перевал. Он вдохновился из плод духовного переворождения. И в нем появился вопрос, правда ли, что Ленин не был против буддизма? Вызвал видение. И в итоге Николай начал называть леймер Ленина Махатма Ленин. Да, это все-таки Николай, а не Николас. В любом случае, с обыкновения Ганди, он создал революционную партию священного союза, тактрина которой будет посвящена сохранению тибетского буддизма при помощи эзотерического ленинизма. Да, звучит невероятно. А вот и Синьян, кстати, Вера Капнул, в принципе, тоже достаточно ожидаемо. Заберем мы себе, я думаю, пограничные территории. Постараемся, по крайней мере. Что даст там чуть-чуть каких-то ресурсов, но вообще не сильно много чего. И мы, видимо, захватили очень много винтовок, потому что я вижу, что мы можем сделать себе 10 почти что-то дивизии, 9. Ой, смотри, к 14-й Далай-Ламу зашел на свою полноправную позицию главы государства Тибет. Прелесть, прелесть, пусть он живет 10 тысяч лет, так и есть. Наши дивизии дошли до, собственно говоря, позиции. И тут такой нюанс произошел, я вижу, у противника дивизии нету в Тузе вообще. То есть они все вышли вперед. Ну, вообще, сейчас одна вернулась, но... Вы поняли, мы сейчас просто даст. Идем с Тузов и захватим их. Нет. Я думал, винтовки получится сохранить. Но нет. Ладно, в любом случае, бутан с рейдами покончено. И мы можем его интегрировать. Конечно же, это делаем. Тут промышленности нету, но здесь будет плюс население. Это всегда полезно. Отец-авантюрист. Николай по-прежнему представляет роль лидера. Он отправляется на приключения. Ну, конечно же, он должен, потому что, исследовать дальше мир. Истина всемирный искатель приключений. Воистину. И мы начинаем двигать массу искусственной верой. Несомненно, они взаимосвязаны. И наши ребята станут преданы Далай-Ламе, что даст нам как раз такие бафы, о которых я и говорил. А чуть позже мы получим еще плюс военно-вязанное население, скорость удаления и атаку. Что на самом деле неплохо. И здесь будет еще больше таких же бафов. Может где-то спрятано еще. Но в любом случае, у нас здесь вот с множеством бутаней и Непали революцию дальше распространить. Но по факту в Непале. Потому что бутана уже не существует. Ой, смотрите-ка. Левый гаминдаль начал побеждать. Я так понял. Да, здесь ребята. Мы за них недавно вроде как играли относительно. Да. Ребята побеждают. Действительно. За них можно только порадоваться. Хотя я не уверен, не будем ли мы в будущем с ними воевать. Это возможно. Или смотрите-ка. Цин объявляет войну левому гаминданю. В Китае начинается война. Ну вообще у Цинни должно быть больше сил. Хотя примерно они равны на самом деле. Но по армии сразу стартовые точно должно быть больше. А тут пока что особо ничего без изменений. Здесь Дмитрий Третья пришел к власти. Православяне ребята продвигают и возвращают свои территории. В Украине у нас Василь. Здесь все в принципе достаточно дефолтно. Здесь тоже. Здесь пока еще непонятно кто победит. Хотя шансы в Американском Союзе большие. Ну и поинтересные вещам наверное пока все в мире. Смотрите-ка договор об охране художественных научных учреждений. Будем упорочить? Нет. Пакт должен существовать во всех смыслах этого слова. Мы должны создать свой собственный альянс. И у нас теперь есть. Да, возможно смотрите-ка Непал. Либо пригласить их можно к себе. Но мы видим, что они патерналисты. А значит нам нужно конечно же их покорить. Показать им истинную религию. Истинную веру. Ну и тут еще и Фонтянь тоже решил напасть на Цинь. Вместе с Шанси. В каких условиях может у этих ребят есть шансы. Но в целом я думаю это просто вот эти ребята. У них только один фронт. Здесь вот достаточно простой. Я думаю именно они окажутся там победителем. Ну посмотрим. Баларериха смотрите-ка. Чтобы распространить истину Огни-Йогия. При широких масс он работал над конференцией. Для эзотерического мира. Жесть. Жесть он шиз. Достойчивая галерея негодяев. Наверное. Не знаю. Ну и что давайте-ка. Пятнадцать дней и мы нападаем на Непалу. Никто же не гарантирует. О нет. О нет. Этого не было на чертежах. Нам придется вести войну сразу еще и с Монголией. С этими ребятами. Это немножко ситуацию усложняет. Не слишком. Однозначно. Но в этом действительно есть сложности. Ладно. Мы сделаем тогда вот так. Закроем. Наши дуза просто. Потому что за нашими дузами здесь особо ничего полезного для нас нет. Это здесь Даман Пауэр. И там он один военный завод, который мы не получаем скорее всего. Я думаю мы переживем. Это как-нибудь. Ну что ж. Давайте начнем по воле бессмертного красного Махатмы. Убиляем войну Непалу. Дивизируется сразу же наше войска. Сразу же наша дивизия решила одна воевать. Все в двух. В гору. Ничего нового. Но ничего. Мы все равно здесь успешно пробьемся. И кстати говоря мы имеем очень интересный баф. Я так понимаю это чисто Китая. Хотя по-моему вот этих ребят у него не было. Северная школа. Атака артиллерии. Пехотки. И минус 10 стоимости. Это очень хороший баф для нас. Итак. Вопросы смертности красного Махатмы. Под руководством. Мы достигнем Шамбалы. Два основных лагеря. Приложить живого брата Ленина. Славить страну. Или мы можем подержать бессмертный дух и душу самого Ленина. Живую таву. Брата Ленина. Но нет. А Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить. Аватар о Фред Махатма. Поехали. Достаточно отатаковать. Но здесь позиции прекрасно укреплены. Такие позиции эти ребята не пробьют. Потихоньку лишь будут иссощать свое снаряжение. А мы потихоньку будем улучшать наши позиции. И у нас уже отрицательные товары потребительские. Наше усиление отдает свои товары государству. Как это и должно быть. Как говорится. Там видите периодически красное. Периодически желтое. Но это все фейковая информация. На самом деле нашу защиту никто не пробьет. Вот мы потихоньку сейчас горы пробьем. Однозначно. Хотя это конечно займет нас некоторое время. Но кстати говоря мы прокачались экспертом по пехоте. Это очень важный для нас баф. Желательно чтобы этот парень тоже его получил. Этот баф. Но это еще не скоро. И Ишка здесь прошла. Вот тут оказывается есть проход. Супер неочевидно. Кажется что нет. Ишка здесь прошла. Но супер воспользоваться этим не успела. Успела только выбить мою дивизию вот эту. Мы в принципе контролируем ситуацию. Я думаю отсюда просто возьму еще дополнительные силы. Тем временем Россия начала марш на запад. И именно Россия видимо начнет новую мировую войну. Что для меня в принципе без разницы честно говоря. Смотрите как он победил монгольских повстанцев. Безумный барон теперь тут правит. Ничего. У нас он не победит. И в республике восстание. Тут да. Начинаются неприятные для Германии события. Очень странного рода. Но опять таки нас это не интересует. Нас интересует как здесь все. А у нас промышленность выстраивается очень. Я бы сказал успешно. ПОшечку мы начинаем успешно производить. У нас конечно авиации против нас на данный момент нет. Но в целом было бы хорошо ее уже наладить. Там дальше пехотка тоже пойдет. Мы даже начнем новую дивизию делать. К дополнению тому что у нас есть. И у нас вот эти две дивизии здесь дообучаются уже на поле боя. Потому что я не вижу особой угрозы честно говоря. Как будто мы можем их реально дообучить. Я все таки решаю. Надо немножко подотбросить их за речку. Чтобы с речки защищаться. Конечно будет так чуть-чуть попроще. И вроде как мы без особой сложности делаем. Провинции мы все наши возвращаем. Обязательно три провинции. Если я дефать будет попроще через речку. Ну вот и все. Здесь граница в безопасности. У нас даже чуть-чуть лишние дивизии есть. Давайте мы их вернем вот сюда. По две дивизии на провинции этого более чем достаточно. На мой вкус. Таким образом мы сможем наступать в Непале. А после уже наступать как-то в Монголии. Пока что они просто теряют очень много своих ресурсов. Что-то здесь какая-то реформа армии невнятная. Абсолютно. Расход припасов плюс 10. Сейчас что у нас вообще-то действует? Проблем в армии. Минус 30. Да, это действительно существует. Защита дивизии. Давайте проверим. Это работает на нас. СССР плюс 4. Я полагаю, что да. Потому что должно быть от СССР намного больше. И да. Но укрепленность это наверное тоже влияет. Давайте перепроверим до конца. Да. Окей. Проблемы в армии в действительности реальны. Давайте с этим работать, конечно же. Получили мы также очень приятный бафчик на стоимость производства. И захват. Захват, как правило, на самом деле очень мало дает. Но. Считаю, что мы будем просто в обороне сидеть очень долго, то меня это устроит. И можно выбрать один вариант всего этого. И конечно же мы сделаем союз советской Шангрила. Поехали. Япония поддерживает наш суверенитет. Э? Наша борьба с китайцами. С какими? Что? Почему они поддерживают Тибет? Ну ладно. Я не думаю, что это может как-то плохо что-то нам сделать. Поэтому почему бы и нет. То есть 5% атаки. Да, я возьму 400 атаки у нас теперь днем. Прелесть. Так. И мы теперь священный. Советский союз Шамбалы. Я правильно понимаю, что мы получили. Это спритягут, как говорится. Мы получили на всю Азию. На неплохую часть Европы. Казбалли. Ну что ж. Мы теперь примерно понимаем, куда и как мы хотим расширяться. Это нам неплохой такой план на будущее. Самое главное, мы получили все это национальными территориями. Какая прелесть. Ну что, давайте займемся Катманду. Напоминаем теперь, что это наша национальная территория. А значит атаковать, что мы будем под бафами. В принципе, как и почти все территории теперь. Это, конечно, супер классно. Хотя все еще атаковать в гору против укрепленных ребят не супер приятно. И мы это отчетливо видим. Наша форма львизны. Нет, правящая партия улучшения Тибета. А, ну это... Нет, так, у нас должен быть священный союз. А, ну это в Писе... Смотрите, в Ройрих. Так, ну нет, мы идем лояльно по пути Ленина. Я так понимаю, да, это... Вот это вот теперь все, это одна наша партия. Прекрасно. Начинаю также исследовать авиацию, потому что нам она рано или поздно понадобится. Я думаю, нам есть смысл открыть экономику, потому что промышленности у нас нету. Ресурсов у нас и так нету. А вот бафы от открытой экономики нам пригодятся. Как и в принципе любой стране. Ну, давайте займемся военными заводами. У нас есть фокус А2 по военному заводу нам дадут. Нам это как раз сейчас очень кстати будет. Ну, а мы продолжаем реформу армии, потому что на самом деле нам нужно с этими дебафами разбираться. Хотя я сюда смотрю и тут как будто все убрали уже. Но нет. Не знаю, очень странная тропа. Здесь написано 0, здесь все еще как будто что-то меняется. Там как будто ничего и не менялось. 30 как было, так и остается. Очень странно все. Наше растущее социалистическое правительство. Выборную красную терапию для всего левого мира. Присоединители иерархистского пролеткульта. Короче говоря, всех мы к себе позвали. Мы истинный левый маяк единства. Да, так и есть. Слушайте, бои за Катманду не прекращаются. Снова и снова мы их атакуем. И в этот раз заполнили мы наши эти дивизии артиллерии. И смогли взять Катманду. Ну, ура, товарищи, говорит Ленин. Дух Ленина, как говорится, его аватар. Надеюсь, он хорошо уже освоил все четыре стихии. Потому что нам пора побеждать. И как раз таки этим мы сейчас и будем заниматься. Можно, в принципе, у нас уже какая-то такая масса есть. И этой массой уже можно пойти и сломать лицо, скажем так, монгольскому вот ханству. Так, мир в огне. Но это все еще покажется смешным по сравнению с духом Ленина, который вот-вот сойдет с гор Тибета. Что, блядь, делает Бразилия в Норвике? Это хороший вопрос. Ленин, наверное, не касается ответ. Отвечать он не будет. Итак, направление реформ тибетской армии. Доб-добы будут реформированы. Хм. Кстати говоря, вот этот фокус делает то же самое. Либо не пойдем с ней регулярной армии. А зачем мне себе добавлять столько дебафы? Чтобы что? Может здесь что-то будет потом? Если я отоберу, то у меня вот это дает просто ничего. И я просто сижу с дебафами. Тише, нет у них здесь никакого ивента, который это меняет. Я сохранился на всякий случай, потому что это выглядит очень глупо. Выглядит ловушка на дурачка. Ну ладно, я не верю, что это не ловушка на дурачка. Мы действительно возьмем, наверное, первый вариант. Так что, ну как, ребята, мы от допов избавимся? Я же сам доп в каком-то смысле говорится. Поэтому, да, пускай они будут. Чего-то нет. Ну что мы сказать, начинаем контрнаступление. Мы вернем себе Ейши. Мы вернем себе все провинции. И мы покажем этому миру, что Ленин все еще жив. И он переродился. Именно он ведет нашу страну. Но все это, ребята, будет дальше. А с вами был Догай. Завязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, движения, скрутбусте. Все, как обычно. До скорых встреч. Всем пока.